друзья всем привет на канале просто германия сегодня у нас рыба рубрика бытовая химия как вывести пятна в германии у нас есть на канале видео о пятнах пятна поводителя в германии я уже делала небольшой обзор но сегодня у нас пойдет речь о пятнах от ржавчины и от дезодоранта так как я вижу крючком это мое хобби я вот зимой сейчас связала много снежинок да и в общем то допустила ошибку но не ошибку я всегда так делал в этом году что-то меня подвели эти булавки и мне остались вот такие вот пятна ржавчины на снежиночках когда я их просушила и уже в общем то они были приколоты трагедия беда да ну в общем то я решила пойти в аптеку купить перекись водорода и вывести таким образом что-то перекись водорода мне не сильно помогла что-то этом с технологиях нарушила я не знаю напишите в комментариях что это мне так сделала трехпроцентная перекись водорода не помогла и я купила просто обычные средства от пятен от ржавчины есть такое прям целая серия есть всяких средств от пятен германии вот и я принципе этим средством вывела и так смотрите вот перекись водорода которую я купила нам не не помогла не знаю по какой причине но что-то не получилось и кстати добыть ее в аптеках иногда сложно потому что если вы приходите в аптеку и просите перекись водорода вас а что в пероксид называется по немецкий лозунг да вас спрашивают для чего вы его покупаете то есть у меня это вообще вызвало какое-то недоумение ну то есть почему у меня такой вопрос задали но тем не менее спрашивают не знаю почему с чем это связано в общем то мне подсказали местные что если ты такое средство покупать покупаешь что говори что тебе нужно для обработки ногтей когда ты делаешь маникюр всегда продадут ну в общем то лайфхак лайф лайф лайфхак вам если надо вам это средство пожалуйста в аптеках ну кстати но не не дешевая там помочь 44 евро вот за вот этих 200 миллилитров вы заплатите поэтому ну проще купить обычное там что есть обеззараживающее да она намного выходит дешевле но если вы привыкли к этому средству пожалуйста но есть сейчас не об этом как купите что говорить в общем-то не случилось у нас дружбы с этим средством по какой-то причине не знаю может надо какой-то другой выше раствор не получилось ну кто знает напишите поэтому я купила обычное средство от пятен сейчас я его покажу вам на картинке и в общем-то оно помогло как его каким пользоваться ну вот здесь я использовала белое хлопчатобумажное изделие да и в принципе вот этот средство флекин тойфель называется у них там прям наверно 10-15 вариантов от всех пятен какие только можно придумать и вот этот вариант это именно от ржавчины и вот тех пятен дезодоранта да и вы наносите на 1 час это средство оставляет и через час у вас не остается ни следа все чистенько беленько я не знаю можно ли использовать на цветных тканях ну вот на белом она удаляет все идеально так что рекомендую кому нужно пожалуйста стоимость у него по моему или 2 90 и что-то вот в таком пределах то есть не там не страшная цена и хорошо хорошо помогает так что пожалуйста пользуйтесь и удаляйте пятна где они у вас появились вы даже прилагаю инструкцию как они показывают его использовать и что делать так что ну это не только на ткани но можно и на других поверхностях тоже эту ржавчину убрать с помощью этого пятна выводителя делюсь тем более сейчас период рождества и многие захотят может какой-то пятнышко от ржавчины удалить и вообще вот это от этой вот фирмы flecking toffel есть масса пятна выводителей которые выводят все виды пятна просто смотрите что написано на упаковочке купить можно в деме в росмане в мюллере во всех магазинах бытовой химии продается эта серия они страстные разные разные кстати обращаю ваше внимание у нас есть на канале видео о пятнах пятновыводителях там обзорные общие да я там уже упоминала вот эту фирму ну вот у меня прям точечно случилось и стопроцентное попадание вот так вот у меня снежиночка отбелилась вот сейчас показываю то на ней нету ни одного пятнышка так что моя рекомендация всем хорошего настроения чистого настроения без пятен поставьте лайк этому видео кому не трудно кому трудно напишите в комментарии привет всем пока пока с наступающими вас праздниками если вы смотрите не перед рождеством то вам всего хорошего пока